Добрый день! Вот что я вам скажу. Или мы научимся и кем-то станем, или грош нам цена. Пишет мне человек и говорит, конечно, вот этим молодым хорошо. У них все просто. Составил список знакомых и приглашай на свой сайт. И больше ничего не надо делать. И у них поперло все. А я составил список 230 человек. Начинаю обзванивать. А 85% людей, моих знакомых, моих одногодков, людей пожилых, как я, даже интернета не имеет. Они даже не знают, что такое компьютер. Ну вот скажите, Олег Григорьевич, как работать? Разве можно добиться успеха? А другой парень меня встречает и говорит, Олег Григорьевич, ну вот скажите мне. Мне 20 лет. Меня никто всерьез не принимает. Ну как работать? Пацаны, которым я обращаю, у них ни денег, ни мозгов. А взрослые люди, которым я иду, они на меня не смотрят серьезно. Вот что делать? Пропадать? Хорошо этим старикам. Их все уважают. Я тут уже на своем блоге рассказываю истории разные. Повторюсь. Есть такая знаменитая история про полковника Сандерса. Сандерс был такой пенсионер, бывший полковник в Америке, у которого была своя автозаправка, кафе на ней. И он прекрасно себя чувствовал на дороге, останавливались водители, у него был рецепт вкусного цыпленка, который подавался у него в кафе, и он процветал. А потом вдруг ситуация в одночасье поменялась. Проложили большую трассу мимо его заправки и кафе, и все люди перестали ездить к нему, и он разорился. И перед ним встал выбор, остаться на пенсии и доживать, потому что ему 68 лет, или попытаться что-то сделать. И вот он сидел, мозги в раскоряку, думал, и решил, что нет, сдаваться рановато. А что он мог, что он умел, что он знал, что он мог предложить людям? И он подумал, что у него есть очень вкусный цыпленок, который он готовил у себя в кафе, рецепт, который он сам придумал, сам знал, который пользовался большой популярностью. Наверное, в других каких-то заведениях общественного питания это пошло бы. Но у него ничего не было, кроме этого рецепта. Он сел в свою раздолбанную машину и поехал из одного города в другой, из другого в третий, из третьего в четвертый, из четвертого в сорок девятый. Ходил по ресторанам, по всякого разного рода бестро, заведениям, кафешкам. И предлагал владельцам этот рецепт, чтобы они его включили в свое меню, а ему процент. Над ним смеялись, его посылали в разные места. Никто не хотел с ним разговаривать. И ни один человек, и ни два, и ни пять, и ни десять, и ни сто, и ни двести, и ни триста, и ни пятьсот, и ни семьсот человек его послали. Где-то после тысячи разговоров, которые он делал предложение, он говорил, я просто вам покажу. Разрешите мне, я сделаю у вас цыпленка. Если он у вас пойдет, поставите в свое меню, мне процент. Я научу ваших поваров, как это делать. Ему говорили, дядя, вали. После тысячи разговоров он нашел человека, который согласился попробовать. И удивительное дело, цыпленок стал пользоваться большой популярностью в кафе в этом. И они включили его в рецепт, в меню, и пошло ему маленький процент, потом все больше и больше. А потом он решил, почему бы ему самому не открыть свое заведение, а почему бы не открыть сеть. И потом он стал мультимиллионером. Цыпленок по коннектикутски пользовался огромной популярностью и сейчас. Говорят, существуют эти заведения. Не знаю, так это или нет. И этот дедушка разбогател, стал миллионером. Я могу привести вам другую историю и не одну, множество, когда молодые ребята, несмотря на все издержки их возраста, пробивались и становились известными, богатыми. Зайдите в интернет, найдите молодые миллионеры. О чем там? А то и молодые миллиардеры. 20 лет, он миллиардер. Я вот что хочу сказать вам, друзья мои. Если вы пришли в бизнес и вы хотите преуспеть, если вы хотите наконец-то, хоть в конце жизни, или в середине, или в начале жизни, добиться какого-то успеха, хоть раз в жизни почувствовать в руках деньги, успех, признание, по-настоящему. Не болтовня, не трех, не вот это вот бла-бла-бла бесконечное, уже сколько можно, то тогда возьмите, да научитесь, е-мое. Ведь мужик взрослый, говорит у себя на участке, на даче, на какой-то занюханной, всю жизнь проработал каким-нибудь бувалтером, или прослужил в армии, или был где-нибудь на флоте, плавал там, и вот он осел, пенсионер. Что он делает? Он говорит, построй-ка я себе баньку. И строит ведь. Построй-ка я себе теплицу. И строит ведь, когда в жизни ни топора не держал, не знал, как это делается, начинает вникать, начинает разбираться, начинает пробовать, и делает пока, два раза развалится, на третий раз слепил, на четвертый раз уже хорошую сделал, а на пятый его уже приглашают соседям консультировать, а то и строить. Так ведь все начинается. А сварю-ка я борщ, и начинает человек, а сошью-ка я юбку дочери, и начинает человек шить. Берись и делай. Вот я в техническом смысле полный профан, балда, никогда ничего, даже интереса просто нету, лезь туда, в автомобиль, или там в компьютер какой-нибудь, или там в магнитофон. Ну вот я помню, когда нужда, так любой включает мозги, у меня был автомобиль Запорожец, и я оказался в другом городе, и у меня сломался замок вот этот центральный. Вот ключ куда вставляет, ключ зажигания вставляет, вот там что-то сломалось, ну Запорожец одно слово. Ехать не могу, стою, пригнал этот автомобиль на веревке, привезли меня к мастерам каким-то, они ходят пьяные день-два. Я понял, что я не выберусь отсюда, никто мне не поможет, если я сам не сделал. Страшно мне было. Разобрался до винта, думал, сидел, корячился, потел, сделал. Сам пришел в такое удивление, я сделал, и потом понял, что там ничего сложного нет, если учить мозги. Везде нет ничего сложного, если включить мозги и сказать себе, или я сделаю, или останусь на дороге прозябать в пустыне, в степи мерзнуть. Сделаешь, если надо. Не надо, будешь искать оправдание. Вот я старый, вот я молодой, вот у меня не знает компьютера, вот у меня все бедные, вот они все военные деревянные до пупа, вот они все женщины, вот они молодые, вот они, значит, ни о чем не думают, вот они такие сихие, вот у меня нет интернета, вот у меня нет компьютера, вот у меня того-сего нет. Не хочется ругаться, но люди, если вы этого не сделаете, за вас никто делать ничего не собирается. Научитесь стать богатым в сетевом бизнесе. Это гораздо проще, чем все остальное вместе взятое. Желаю вам удачи.